Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Мария Захарова. Смотрите в этом выпуске. Ах, белый теплоход! Котлас-песчаница, маршрут построен. В день гламурной блондинки светловолосые девушки рушат стереотипы. О дорогах, транспортной реформе, модернизации на Горводоканале и других проектах в интервью с главой города Денисом Шевелой. Море далеко, Абрамович на своей яхте тоже. Зато песчаница рядом. И туда можно добраться на теплоходе Афалина. По двухчасовому водному маршруту сегодня утром проехали мои коллеги Алла Лайкова и Николай Елсаков. Теплоход Афалина настоящая палочка-выручалочка для тех, кому нужно добраться до деревень за рекой. К некоторым островам, наземным транспортом даже не подъехать. Так что водный маршрут Котлас-песчаница очень востребован. Для нас, для дачников особенно, Забелия, Нарадцево, Словенское, Межник, Стрекалово, у нас там пять деревень. Нам очень важна эта перевозка, очень. Потому что у нас остров, другими путями нам не попасть туда. Афалина означает большой дельфин. Это новое название старого теплохода «Заря». Вторую жизнь судно получило 13 лет назад, когда его выкупил Виктор Емельянов и его сыновья Евгений и Сергей. Его планировали сдать в металлолом. Здесь не было ничего. Ни двигателя, ни запорной арматуры. Были выбиты стекла, дохлые птицы валялись. Просто восстанавливать все приходилось. Вот от рубки и до машинного отделения все полностью. Ну, судно с 90, если не ошибаюсь, с 94 года не работало. Вот представьте, 16 лет оно простояло в таком. Из него выдернули все, что необходимо. Ну, и пришлось все искать и заново восстанавливать. Сергей – потомственный речник и река – настоящая любовь всей его жизни. Бизнес перевозчика не самый прибыльный, да и хлопотный. Судно нужно ремонтировать, на зиму поднимать на берег, оснащать в соответствии с требованиями законодательства о перевозках. Но бросать это дело никак нельзя, ведь это равносильно тому, что бросит людей. Перевозчик у нас очень ответственный. Не сорвал ни одного рейса. Всегда во время приходит, уходит. В общем, мы на него молимся, если можно так сказать. Благодаря ему в деревне живут. То есть, он не будет возить в деревню, придется бросать. Многие бросят в деревню, дома-то. А пока он возит, ездим, рады. За много лет Сергей Емельянов не только в лицо выучил всех своих постоянных пассажиров, каждого знает по имени-отчеству и переживает, если кого-то долго нет. Начинаем мы работать. В этом году весна очень холодная. И пассажиропоток-то был очень маленький в первой половине мая. Обычно мы май месяц отрабатываем полностью, потому что люди в период паводка остаются все на островах. И мы их как зайцев собираем. И я вот, допустим, в Грихнево там у меня в этом году двое человек вижу, неделю не ездят, вторую не ездят. Я уже начинаю волноваться, что с ними случилось. Я уже у жителей спрашиваю, а где, допустим, там Нина Арсеньева. Она там приболела, но скоро приедут. Ну ладно, слава богу. Для пассажиров цена на речном маршруте – сущие пустяки. До Забелья – 35 рублей, до конечной остановки в Песчанице – 65. Ведь перевозки на Афалине датируют областной бюджет. Также министерством транспорта были выделены средства и на установку павильонов на берегу. Перевозчики молодцы поставили нам там будку, что вот если мы придем, можно скрыться от ветра. Всегда у них спуск. Там же убывает вода. Спуск всегда. Если для дачников Афалина необходимость, то на каждом рейсе есть пассажиры, которые едут за речной романтикой. Ирина и Дарья – фотографы. Сегодня отправились в водное путешествие в поисках оригинальных снимков. Ведь Афалина – настоящая водная машина времени. В салоне – интерьер советского теплохода. Мы ищем новые места и новые маршруты. Скорее всего, мы выйдем, и пока он будет разворачиваться, сделаем несколько кадров. Вот, возможно, включим все-таки в свои фотопроекты новые. Два с половиной часа водного маршрута позади. Теплоход отчаливает, но вернется к речному вокзалу уже в субботу. В выходные обещают теплую погоду, а значит, пассажиров на Афалине будет много. Сегодня отмечается День гламурной блондинки. Никто и не подозревал, что шутки по поводу цвета волос могут привести к появлению нового праздника. Героиня нашего следующего сюжета – блондинка – работает в сфере красоты и гламура. И она совершенно не согласна с мнением о том, что светловолосые девушки легкомысленны. Сюжет Вероники Цыкиной, которая, кстати, тоже блондинка. Миф о слабых умственных способностях блондинок давно развеян. Да и гламур – это не для дур. Наша обворожительная блондинка Марина Гузиенко вращается в гламурных кругах, и она натурорешительная и умная. Без этих качеств белокурая красотка точно не смогла бы построить свой успешный бизнес. Главная моя деятельность – это макияж. Я руководитель салона красоты, преподаватель курсов, создатель курсов. В общем, занимаюсь все, что связано с красотой в бьюти-сфере. Марина руководит коллективом из 14 человек. У нее два высших образования. Она постоянно проходит различные обучения и увеличивает свой багаж знаний. Как и у многих блондинок, у нее тоже был опыт со сменой цвета волос. Ведь всем иногда хочется перейти на темную сторону. Мысли светлые, голова темная. Так после радикального преображения Марина написала в своих соцсетях. Это был ужас-ужас. Это была прям моя ошибка. Я больше никогда ее не повторю. Мне прям вот реально не хватало чего-то. И я снова стала выходить в светлый цвет. Многие подсознательно снова уходят в блонд, потому что все-таки блонд – это светлый, чистый, красивый цвет. И я сама очень люблю блондинок. Марина считает, что стереотипы про блондинок придумали очень умные блондинки. Иногда клише о легкомысленности очень выручает. Намотала светлый локон на пальчик, губки надула, ресницами хлопнула и всех очаровала. Блондинки не дадут соврать, что с каждой из них случались ситуации, когда цвет волос действительно помогал. Это очень рабочий инструмент. Это очень помогает на самом деле в жизни. Не всегда надо блистать, так сказать, своим умом. Вот один из случаев, который я вспомнила, это был в метро в Москве, когда я не хотела стоять в очереди, чтобы взять карточку. Там была огромная очередь. И я притворилась, что я вообще не могу ни карточку взять, ничего сделать. И просто попросила мужчину, чтобы он меня через свою карточку, через турникет провел. То есть очень рабочий и удобный инструмент. Пользуйтесь все блондинки. Ну а одна из ярких блондинок на протяжении многих десятилетий останется, конечно же, Мерлин Монро. Именно она смогла вести в моду женственные формы, кошачьи стрелки и чувственные губы. Кстати, Мерлин очень любила читать. Уровень IQ светловолосой кинодивы был больше, чем у Эйнштейна. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Магазин «Бобер» — это большой выбор инструмента, станков и техники для вашего дома и дачи. Экономьте с бонусной программой, копите бонусы и оплачивайте ими до 30% стоимости. Котлас. Гагарина, 45. Коряжма. Кирова, 1. Воспользуйтесь возможностью сделать заказ прямо у экрана. Отсканируйте QR-код. Удобный повседневный рюкзак подойдет на все случаи жизни. В лагерь, на тренировку, в дорогу или на работу. Сканируйте, фотографируйте, переходите по ссылке и оформляйте заказ. Новый дискаунтер «Заботливые цены» на Калинина 16 уже открыт. Приглашаем за покупками. С 10 по 23 мая акция. Масло сливочное резной полисад за 129,99. Бульмени горячая штучка с говядиной и свининой за 89,99. Креветки королевские вареномороженные 499,90 за 1 килограмм. Сардельки телячьи от мясного комбината «Стрела» – 299,90 за килограмм. Низкие цены – наша забота. Квадроциклы «Си-Эф-Мото» – техника для настоящих путешественников. Широкий модельный ряд, универсальные характеристики и надежность в эксплуатации, подтвержденная множеством российских и международных экспедиций. «Си-Эф-Мото» – это оптимальное сочетание цены, качества, доступности запчастей и технической поддержки. Весь модельный ряд техники «Си-Эф-Мото», а также широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров у вашего официального дилера. Удачный сезон начинается. Цены в аптеках, фармации снижаются. Азартная миксология – так называется отчетный концерт вокальной студии Котловского дворца культуры «Арт-Соло», которым коллектив подведет итоги творческого сезона. Студия вокала «Арт-Соло» уже 4 года открыта на базе Котловского дворца культуры. По мнению ее руководителя Елизаветы Курицыной, этот творческий сезон выдался довольно плодотворным. Ее воспитанники активно участвовали в разных конкурсах, становились лауреатами, привозили домой заслуженные гран-при. А совсем скоро у «Арт-Соло» пройдет большой отчетный концерт. Наверное, впервые на большую сцену выйдут маленькие звездочки. Те, кто только начинают свой творческий путь. Я думаю, что у них все получится. А также будут принимать участие, конечно же, мои звездочки. Те, которые участвуют во всех городских мероприятиях. Они покажут свои лучшие номера. И я думаю, что зритель будет доволен. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на наш отчетный концерт, который состоится 25 мая в 15.00. Азартная миксология. Накануне в Котласе стартовал ремонт дорог. Тема больная как для автомобилистов, так и для городских властей. Что в администрации делается для того, чтобы увеличить объемы дорожных ремонтов? Какие новые дороги планируют построить? Как решается проблема дорожной доступности в Южном микрорайоне? На эти и другие вопросы нам ответил глава города Денис Шевела. Денис Дмитриевич, одна из самых больных тем в городе – это дороги. 21 мая ремонт их наконец-то стартовал. И будет выделено в этом году порядка 57 миллионов рублей на дорожные работы. По вашим же словам, необходимо минимум 100 миллионов рублей в год. Что делается городской администрацией для того, чтобы привлечь дополнительные средства? Сам по себе ремонт – это довольно сложный технологический процесс, и он бывает абсолютно разным. Сегодня вы уже могли наблюдать за тем, как начался действительно ямочный ремонт. Завтра на проспект Мира, вот тут, где мы сейчас с вами находимся, должна будет прийти дорожная фреза для того, чтобы снять верхний слой асфальта, который сейчас имеет очень большую колейность. И в последующие будет этот участок дороги закатан. Действительно, дорожный фонд города – это на сегодняшний день порядка 55 миллионов рублей, что катастрофически мало. На одной из предыдущих сессий нам уже получилось поработать с бюджетом для того, чтобы дополнительно доправить на дорожные работы порядка 10 миллионов рублей. Но это касается не только сезонного заделывания ям, которые появляются у нас после весны, либо срезания асфальта и укладки нового, но в том числе это касается и подсыпки грунтовых дорог, либо строительства дорог, там, где их в принципе не было. И, соответственно, сейчас мы дополнительно еще пытаемся изыскать возможность для того, чтобы еще добавить в дорожный фонд порядка 10-15 миллионов рублей. Но управление городского хозяйства даже на сегодняшний день готово предоставить проектов и смет, скажем так, на ремонт дорог порядка на 161 миллионов рублей. Если уж говорить совсем по-большому, чтобы все дороги сделать, привести в нормативное состояние, то, конечно, нам необходимо порядка миллиарда. Понятно, что таких денег изначально мы найти нигде не сможем, но мы работаем одновременно и с правительством области, и с областным собранием для того, чтобы в случае появилась какая-то возможность, деньги были направлены нам. Мы находимся на проспекте Мира. Расскажите про перспективы данной дороги, которую строили, строили и так и не достроили. Перспективы на сегодняшний день в сроках, датах и числах я, к сожалению, называть не смогу. Есть обращение в суд со стороны заказчика, то есть администрации города, есть обращение в суд со стороны исполнителя этой дороги, и, соответственно, точку финальную в стройке уже поставит суд. Насколько это затянется, перспективы, я подозреваю, что это минимум год еще. То есть пока здесь не запрещено ездить на роликах, на велосипедах, на самокатах? Ну, вообще это считается строительной площадкой, которая по нормам должна быть огорожена, охраняться и прочее. Но я вот, судя по тому, что могу наблюдать, и горожане с удовольствием гуляют по этой дороге и с колясками, и на роликах, и на велосипедах катаются. То есть хотя бы так пригодилось, да? Да. Денис Дмитриевич, вот сейчас мы приехали на пересечение улиц Таежная и Сифановская. Дороги здесь нет, сплошное грязное месиво, но есть большие планы на это место. Расскажите о них. Ну, давайте не скажем, что это прям большие какие-то планы. Мы сегодня с вами заденем очень важную часть составляющей инфраструктуры города – это дороги. И пойдем с вами от общего к частному. Как вы можете наблюдать, сегодня здесь ведется активно стройка, застраивается микрорайон. Один дом уже в высокой степени готовности. Вот рядом чистится еще одна строительная площадка. Здесь же неподалеку у нас находятся дома, которые будут заселяться по переселению. И уже довольно давно здесь расположен частный сектор. И, в общем-то, у всех жителей будущих и настоящих основная проблема, которая есть – это возможность добраться до своего дома и выбраться, соответственно, в город. Это количество жалоб, которые поступало от жителей частного сектора, очень велико. Это связано с тем, что они когда-то самостоятельно построили, отсыпали как могли дорогу. Но с началом стройки дорога вся практически была убита. И плюс мы еще с вами знаем, у нас в межсезонье весна-осень, когда дороги полностью расплываются. Плюс еще необходимо отметить, что здесь грунт по большей части – это глина, которая ведет себя, в общем, понятно, каким образом. И было принято решение в этом году начать проектирование как раз двух улиц. Это вот перекресток улицы Стефановская, которая будет выходить у нас на проспект Мира, и Таежная, которая у нас будет упираться в Ушинского. Ну и все уже, да, знаете историю улицы Ушинского. Мы не считаем, что эта страница закончилась. Есть четкое понимание и инженерное решение, каким образом мы вернемся к ее строительству. Таким образом, мы хотим уйти, в принципе, от возможности появления новых внутриквартальных проездов, как это сейчас, да, в 11-м гражданине сделано, чтобы это была цивилизованная дорога, и мы могли все ей пользоваться. А по Ушинску в настоящее время, я думаю, что мы подойдем к корректировке проекта, и мы ее немножечко уменьшим, для того, чтобы она была у нас в асфальтовом исполнении от девяти этажек, которые стоят, ну и также до проспекта Мира. То есть тогда появится шанс получить какое-то финансирование или как? Есть инструменты, как получить федеральные средства. Мы сейчас предварительно уже просчитали с имуществом, с архитектурой, проговорили с Министерством строительства Архангельской области, то, каким образом мы сможем попасть в программу «Стимул». Для этого нам необходимо выдержать ряд требований. По первоначальным прикидкам у нас все получается. Сейчас главное – это все-таки начать проектирование. Потому что до момента, пока у нас с вами не будет проекта, говорить серьезно о попадании хоть в какую-либо программу – это бессмысленно. То есть проект в этом году будет закончен? Вы знаете, я думаю, что в среднем время, которое необходимо потратить на проект – это порядка года. То есть нам сейчас необходимо уже, так сказать, в ускоренном порядке начинать, потому что необходимо провести предпроектные работы, необходимо геодезию провести, затем спроектироваться, пройти государственную экспертизу. И когда у нас уже на руках будет заключение, мы непосредственно сможем подать заявку на федеральный проект. Мы видим сразу в нескольких проекциях законченные, как это будет выглядеть. Но мы, скорее всего, будем биться на этапы. То есть это будет единый проект? Вот это и переходящий в Ушинского? Да, это фактически будет, ну, как единый проект. Он единый проект с точки зрения его использования. То есть вы сможете, проезжая по проспекту Мира, свернуть на Стефановскую, доехать до Таежной, проехать до Ушинского и снова вернуться на Мира. Ну, и если вам что-то вдруг внезапно понадобится, заехать в гости в один другой, в третий дом и спокойно выехать. Сколько лет на это понадобится, чтобы мы так проехали? Вы знаете, все, ну, к сожалению, зависит не исключительно только от нас. Мы, вот первая стадия, она понятна по времени, по затратам. Мы ее, я предлагаю, пройдем, и потом уже сможем с вами говорить о конкретном времени, когда мы начнем и закончим эту стройку. То есть год – это только первая стадия, правильно? Год – это первая стадия, да, для того, чтобы мы на следующий год подали заявку в программу с чем-то. И тогда уже можно на следующий год получить финансирование? Да, мы, я рассчитываю, что мы как раз, ну, уже первые какие-то работы в следующем году и начнем делать. Денис Дмитриевич, сейчас мы подъехали к аэропорту, а вот здесь стоянка тоже давно требует ремонта. Какие перспективы в этом направлении? К вопросу тоже необходимо подходить комплексно. Я вижу здесь не только стоянка. Здесь должен появиться нормальный карман для того, чтобы могли останавливаться автобусы, для того, чтобы они могли разворачиваться. Непосредственно сама стоянка должна будет разделиться, видимо, для автомобилей, которые принадлежат работникам аэропорта и аэронавигации, и гостевая стоянка. В настоящее время проектная дирекция Министерства ТКЖКХ Архангельской области готовит нам некий проект, визуализация картинки, как это должно будет в будущем быть все организовано. А срок исполнения, они где-то, ну, я рассчитываю, что к концу июня будет уже готово. И мы, соответственно, от того, что у них получилось, будет следующий уже этап, это подготовка непосредственно проекта, но и поиск финансовых средств для того, чтобы привести в воздушную гавань одни из главных ворот города Котласа в надлежащее состояние. Тем более, что, вы знаете, да, сейчас у нас увеличилось количество рейсов, можно спокойно из Котласа улететь и в Петербург, и в Москву. И, вы знаете, насколько я понял, даже в Москву улететь гораздо дешевле, чем отправиться поездом. Ну, и быстрее до Руковского добраться. Многие места в городе Котласе на сегодняшний день можно отнести к классу немножечко запущенных и забытых. Я понимаю стремление и желание каждого горожанина, чтобы асфальт появился в городе везде и завтра, и было красиво и хорошо тоже завтра. Но, к сожалению, любой инфраструктурный проект в первую очередь требует не только исполнения проекта как такового на бумаге, но и поиска определенного количества денег. К сожалению, количество денег, которые находятся в кошельке города, сегодня для реализации всех проектов и максимально быстро его не хватает. Поэтому для поиска дополнительных финансов мы вынуждены обращаться к возможным программам, действующим в области, ну и в том числе федерации. Поэтому сейчас мы прошли некоторую стадию сбора и обобщения информации, наметили для себя приоритетные проекты и перспективы, идем в сторону их реализации в проекте и потом поиск денег. Вот как, например, еще один большой инфраструктурный проект, который мы намерены начать в этом году, это строительство и реконструкция части канализационных очистных сооружений, которые были построены в городе аж в 88-м году. Буквально недавно у нас появилось письмо от надзорных органов о том, что на сегодняшний день они не соответствуют нормам, которые необходимо выдавать по итогам очистки. И опять же, в этом году мы намерены начать проектирование. Это порядка 42 миллионов рублей. Чтобы было понятно, даже проект на 42 миллиона, непосредственно поиск для города, это довольно приличные деньги. Здесь опять же мы будем вынуждены обращаться, в том числе и в областное правительство. У нас есть уже ряд договоренностей по этому поводу. Проект, непосредственно только проект, займет у нас два года. По примерным оценкам на сегодняшний день реализация проекта порядка 2,7 миллиарда рублей. Есть гарантии, что эти деньги нам поступят? Вы знаете, есть всегда два варианта. Мы можем что-то делать, а можем ничего не делать. В данном случае я... А можно заплатить деньги за проект много миллионов и в итоге ничего не получить, как показывает практика многих учреждений? Мы сейчас, в этом году, вкладываем часть своих денег, часть вкладывает Горводоканал. В следующем году эти финансовые средства возмещатся из областного бюджета. Поэтому здесь, условно говоря, риски города минимальны. Но в любом случае, для того, чтобы любую, хоть маломальский стройку важную начать, нам необходим будет проект. Раз уж мы затронули тему Горводоканала, многие жители интересуются, что с проектом федеральным «Чистая вода». Федеральный проект «Чистая вода» на сегодняшний день дела в городе обстоят следующим образом. Подрядчик, фирма, которая должна была сдать нам проект еще в прошлом году, сроки все затянула. Ну и фактически это можно назвать срывом контракта. К сожалению, я вынужден констатировать, что администрация, в том числе в лице управления городского хозяйства, ненадлежащим образом осуществляла контроль. Видимо, не выставлялись претензии вовремя. И сегодня мы совместно, опять же, с Министерством ТЭК и ЖКХ стараемся проект вытянуть. Нам очень сильно нужно, чтобы до августа этого года проект вошел на государственную экспертизу. Только в таком случае мы сможем рассчитывать на его реализацию, потому что непосредственно сам федеральный проект уже подходит к завершению. Но вот есть определенные условия. И опять же, если мы их выполним, то мы сможем рассчитывать на то, что в городе будет этот проект реализован. Вы сказали, стараетесь вытянуть. А как вы стараетесь вытянуть данный проект? Что для этого делать? Фактически сейчас в ручном режиме проходят некоторые вещи. Мы проводим совещания с подрядчиком. Мы стараемся где-то, где есть возможности в рамках закона и в рамках того, что нам позволяет бюджетный кодекс какие-то вещи выполнять, где-то заранее, где-то самостоятельно. Либо искать, ну, давайте так, не парламентским выражением, мы пинаем этот проект для того, чтобы у нас все получилось. До августа допинаете? Ну, мы очень на это рассчитываем. То есть если до августа вы не сделаете, все это не доработаете, то все тогда, да, у нас, можно сказать, что этот проект не будет реализован. Ну, давайте так, да, шансы на сегодняшний день они, наверное, 50 на 50. Просто будучи, ну, уже несколько поздно, да, когда присоединились мы и министерство непосредственно к этому вопросу, поэтому... Ну, в общем, ситуация была вот такова, как она и есть, да, и сейчас необходимо гораздо больше усилий применять, чем это можно было бы сделать, конечно, гораздо заранее. Были некоторые высказывания, наверное, еще по концу того года у представителей депутатского корпуса о том, что нам вообще необходимо с этим подрядчиком разорвать контракт. Но мы же с вами понимаем, что для того, чтобы определить следующего подрядчика, необходимо снова заводить конкурсные процедуры. То есть, считайте, два месяца у нас просто бы выпали только для того, чтобы определить нового. Потом могли возникнуть вопросы непосредственно с передачей документов, как это обычно бывает, да, как бы не получилось так, что новый подрядчик пришел снова к нулю. И тут бы мы просто поняли с вами, что дальше продолжать смысл никакого нет. Денис Дмитриевич, раз у нас сегодня речь в основном про дороги, расскажите, какие дороги еще в Котласе будут отремонтированы вот текущим летом? Список дорог, которые будут отремонтированы в этом году, уже опубликован, он доступен. Мы, в свою очередь, продолжим работу над тем, чтобы этот список увеличился, но, как всегда, мы встаем перед довольно сложным выбором. То есть, условно говоря, мы дополнительно изыскиваем 15 миллионов, дорожники приносят предложение на 70. Определить, решить, какая дорога важнее, нужнее делать целую дорогу. Вот мы с вами проезжали по Конституции. Делать всю Конституцию. Ее будут делать всю Конституцию? Это порядка 25. Пока нет 25. Есть 15, да? Есть условно 15, да. Соответственно, есть много перекрестков, которые, может быть, перекрестки лучше было бы сделать. В общем, мы сейчас... Заасфальтировать или что, расширить или что? Нет, перекрестки, ну, вы видели, наверное, проезжая, ну, большинство перекрестков на сегодняшний день, сегодня службы благоустройства благоустроены при помощи кирпича. Да, хотелось бы... Все-таки перекресток – это место на дороге повышенной опасности, в котором встречаются и пешеходы, и автолюбители, и сейчас сезон велосипедов, электросамокатов, и, соответственно, от качества дорожного покрытия там зависит очень много. Соответственно, сейчас мы проводим некоторый ряд совещаний непосредственно с дорожниками, специалистами дорожной деятельности, с руководителями администрации, кто отвечает за дороги какой-то... Повытаемся провести анализ обращений граждан по поводу той или иной дороги и ее состояния, и все-таки прийти к общему среднему знаменателю, а что действительно на сегодняшний день необходимо отремонтировать, в первую очередь, но на очень небольшой бюджет. Переходя к другим темам, наверное, очень актуален вопрос с кладбищем, с выделением земли под новое кладбище, и, насколько мне известно, уже есть какие-то подвижки в данном вопросе. Расскажите, что удалось сделать, чтобы решить данную проблему? Давайте немножечко еще сделаем шаг в сторону, поговорим о кладбищах. Первое, о чем мне хотелось бы сказать, в рамках приведения города в порядок в этом году появилась мысль о необходимости привести в надлежащее состояние уже существующее кладбище на Макарихе. Это не только кладбище, где похоронены исключительно родные и близкие жители Котласа, но в том числе и некоторый мемориал последствий лет, которые Котлас пережил. И, соответственно, объективно оно заросшее, оно очень приглядно выглядит, и здесь хотелось бы призвать, наверное, жителей города, не только тех, у кого там родственники похоронены, присоединиться к некоему субботнику, для того, чтобы потихонечку начать приводить его в порядок, и для того, чтобы это кладбище больше напоминало, наверное, некий парк. То есть это именно сами жители должны выйти на субботник? Вы как-то их сагитируете? Или это за счет бюджетных средств что-то как-то будет приведено в порядок? Это все исключительно в рамках того, чтобы, а, привраться в городе, наверное, может быть, кто-то давно не посещал там, да, почтить память усопших. Ну и, не знаю, мне кажется, память о своих предках, она не должна требовать дополнения, выделения дополнительных средств из бюджета. Непосредственно, конечно, итоги, все, что мы приберем при помощи службы благоустройства, мы вывезем оттуда, просто сделать чуть красивее. А по поводу нового кладбища, наконец-то завершилась процедура оформления, вернее, передачи из федеральной собственности в начале в собственность Котловского округа. Котловский округ выделил себе небольшой участок и большую часть, там, порядка 30 гектаров, передано будет для осуществления захоронений жителей города Котлоса. Когда? Захоронения? Ну, опять же. Когда передано будет, когда уже там… Он уже участок этот передан. Ага, передан. Да, теперь, опять же, следующая наша задача. Мы снова должны приступить к проектированию. На сегодняшний день кладбище – это тоже довольно-таки сложное… Даже кладбище нужно проектировать? Слушайте, ну, там должно быть приготовлено… Ну, во-первых, мы должны понять, что за почва, да? Мы же не можем просто, да, соответственно, необходимо песком отсыпать, скорее всего. Второе – должна быть приготовлена система водоотведения. А по современным меркам кладбище практически, если мне память не изменяет, там должны чуть ли не в асфальте дорожки лежать. Соответственно, ну, вы понимаете, да, сколько это потребует опять затрат, проект, реализация, и только после этого мы сможем. Но я, насколько понимаю, этот вопрос, ну, можно сказать, десятилетиями в Котласе вообще никак не двигался. Да, и вот мы, наконец-то, сделали движение в правильном направлении. Ну, пусть это будет первый шаг, а за ним следующий. То есть, я так поняла, что у нас сейчас все на стадии проектов. Конечно. Очень хотелось бы, чтобы они были реализованы и как можно быстрее. Любовь, слушайте, если мы с вами возьмем за основу, ну, проект, который называется «Ребенок», так маме тоже 9 месяцев надо, понимаете? Ну, если за 9 месяцев вы реализуете все проекты, это будет шикарно. Нет, конечно, 9 месяцев нет. Я думаю, что результаты, видимые именно каких-то вещей, которые касаются крупной инфраструктуры, ну, это порядка трех лет надо. То есть, это, считай, это краткосрочная перспектива. А если по-настоящему говорить, то это 5-10 лет в перспективе. И, ну, на это, наверное, и надо заряжаться. 5-10 лет? Ну, вы знаете, это возвращаясь опять к тому, что жители Котласа просят решить вопрос с доступностью Приречного района, да, и везти автобус номер 5. То есть, на сегодняшний день в бюджете есть достаточно небольшое количество средств, которыми мы можем выйти на торги, но перевозчики за эти деньги не поедут. Большее количество средств выделять – это довольно сложно уже получается. Либо мы все-таки… Вот сейчас, кстати, да, это одна из новостей последнего времени. Обследование пассажиропотока закончилось. Этот документ нам представят буквально в ближайшие дни. Соответственно, мы посмотрим, что нам предлагают. Или именно по этому маршруту или по всем маршрутам? Нет, целиком, целиком мы полностью. То есть, мы с вами должны пройти транспортную реформу. Вот у нас практически год, ну, чуть меньше проходило обследование. Теперь обследование нам представят. Мы посмотрим, каким образом у нас должно быть организовано движение в городе. И уже с этим документом мы будем обращаться к правительству для того, чтобы получить, ну, либо субсидию, другие там варианты, инструменты есть, каким образом будет налажено. Но мы придем к тому, что у нас будет вся перевозка в черте города осуществляться цивилизованно. А что это за транспортная реформа-то такая? То есть, какие-то новые маршруты? Вы видели, как в Архангельске автобусы выглядят, или Северодвинске. То есть, это новые автобусы, водители в форме, возможность оплаты картой, установлено видеонаблюдение, как внутри салона, так и снаружи еще по пути. Ни один перевозчик, наверное, не согласится на такие траты. Или это будет какая-то поддержка финансовая? Да, конечно. Да? Конечно, конечно. То есть, будет закупаться новая техника на эти деньги, да? Естественно. Даже так. Потому что сейчас же это все за счет перевозчика. Мы целиком, смотрите, я больше скажу, эти автобусы будут брендированы точно так же, как в Архангельске и Северодвинске. Ничего себе. Это будет одна какая-то компания? Ну, скорее всего. Пока я не готов сказать, одна или нет. Но вот пока я вижу, как идет это в Архангельске и в Северодвинске. Да, это одна компания, у которой два вида автобусов. Это белорусские МАЗы и китайские Лотусы. Там есть, конечно, тоже некоторые проблемы. Но просто, если сравнить подвижной парк автоперевозчиков, которые есть на сегодня в Котласе и Архангельске, это, конечно, очень разные направления звезды вселенной. Это выгодно вкладывать такие средства, ведь на том же, наверное, пятом маршруте может быть не такой огромный пассажиропоток. Я, насколько знаю, про маршрут номер 5, он в обследовании остался без изменений. Единственное, что там рекомендация, что там необходим автобус малый... Ну, то есть мы условно сейчас в наших реальных магазинах говорим. То есть у них и малой вместительности, да, и большой. Денис Дмитриевич, спасибо, что нашли время в своем графике напряженном, выехали с нами по всем объектам, рассказали, поделились планами. Очень интересно. И самое главное, надеемся, что будет результативно. Спасибо за приглашение. Зовите еще. Продолжит программу проект «Стихи, рожденные войной». Как было много тех героев, Чьи неизвестные имена На веки взяла с собою Свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, Патрон последний берегли, Их имена приносят ветром, Печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя Через десятки мирных лет «Прикрой меня! Прикрой у Коля!» И вспыхнет вдруг ракет и свет. А Коля в этом тихом поле Лежит, не встанет никогда, Лишь горький ветер нам порою Напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, Придя к могилам той войны, Но это все-таки не значит, Что подобыли Колю мы. Мы помним, помним это горе, Осталась в памяти война, И русское родное поле Приносит ветром имена. На сегодня это вся информация. Новости нашего города Смотрите на сайте kotlas24.ru И в одноименной группе ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. Хорошего завершения вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова